Давайте мы сравним то, что движется в атмосфере, и то, что движется в вакууме друг с другом. Давайте пусть они едут на своем транспорте в атмосфере. Я, кстати, лет 40 назад начинал именно с этого, с вакуумной трубы. И свой юнибус я помещал в вакуумную трубу. Потом понял, что это на данном этапе не нужно делать. Я отложил на далеко-далеко будущее. По целым ряду причин. Представьте, что вы едете в вакуумной трубе, и у транспортного средства некая течень призывалась. Вы знаете, как погибли три космонавта? Спускался когда аппарат с орбиты, и из аппарата стал с кабины выходить воздух. Они не могли понять, что происходит, и думали, что люк плохо закрыт. Один из них закрывал люк и даже кожу создал на руках. Оказалась причина в другом. И когда это приземлилось, начали стучать, чтобы они вышли. Они даже не отзывались. Они умерли за минуту. Кровь вскипела. А у них, оказывается, сработал клапан, который соединял кабину аппарат с атмосферой, но он сработал выше, там, где разряженные слои, и стал воздух вводить и выше. Так вот, если произойдет в этой кабинке вот такого рода сбой какой-то, трещина, неплотно дверь закрыли, все пассажиры умрут в течение нескольких секунд, десятка секунд максимум. Никто их не спасет. Потом, когда рисуют те транспортные средства, которые движутся в трубе, вакуумные, то мне просто смешно на это смотреть, потому что понимаешь, что это рисовали абсолютно безграмотные люди. Они не инженеры. Вы знаете, какое давление на квадратный метр, когда разница в одну атмосферу? Десять тонн. А вот представьте, нарисую дверь, там, два квадратных метра, тоненькая, в какой-то жести сделана дверь, но у него нагрузка 20 тонн. И он выломает эту дверь вместе с петлями и со всеми уплотненными. Рисуют какие-то кабины, ее сдеформируют от разного давления. Поэтому это рисуют не инженеры, а дизайнеры, которые не понимают физики. Поэтому в том виде, как они рисуют, эта система неработоспособна. Но если сделать работоспособность, то цены будут, я думаю, за 100 миллионов долларов за километр. И там получается огромный комплекс проблем. Даже вы зайти туда и выйти, значит, надо какая-то переходная камера. То есть вы должны заехать транспортно-сессор туда, шлюз какой-то, да? То надо закрыть, это открыть, так же, как космонавты выходят в космос открытый. Знаете, просто даже сесть и выйти, как это сложно. И когда взять все энергетические затраты, чтобы получать вакуум, повысить безопасность, другие вещи сделать. Получается, энергетические затраты будут сравнимы с нами. Но у нас безопаснее, эффективнее. И я хотел бы двигаться на высоте птичьего полета и как птица видеть окружающую среду. А там что будет? Труба. Клаустрофобия. Многие люди боятся вот это замкнутое пространство. Вот как с ними? Поэтому пусть делают. Получится? Ну да, получится. Но я знаю, что узковые лучи. Субтитры создавал DimaTorzok